Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Болодя. Ну что, вы знаете, могу сказать, что сейчас лучшее время, да, для покупки нового смартфона. Ведь в эту пору цены обычно идут на спад, и вы можете найти очень, даже очень выгодный вариант. А вот чтобы вы не потратили свои денежки зря и не ошиблись при покупке, я что сделал? Я подобрал для вас лучшие смартфоны Xiaomi под разный бюджет и разные потребности. А к тому же у всех этих моделей еще и отличный запас на будущее, поэтому вам не придется потом через год менять этот смартфон из-за того, что он уже устарел. Короче, давайте не тратить время не зря, потому что видео действительно получилось полезным. Подписка, если вы еще доискор не подписаны, хотя я уверен, что все уже давно подписаны. Лайк, помчали. А вы помните, кстати, что у нас в Русском есть свой телеграм-канал? Помните? Молодцы. А что делать тем, кто не помнит? Ну так что делать? Ссылка в описании под видео. Что делать? И вот если так произошло, что бюджет у вас ограничен, но при этом вам никак не хочется опускаться на дно технологического прогресса, то в этом случае, вы знаете, ну как-то сложно найти что-то лучше, чем Redmi 13. Ведь здесь даже дизайн не стыдный. Это вообще, наверное, единственный смартфон, ну в этой ценовой категории, со стеклянной задней панелью. И тут я думаю, что вот никто не будет со мной спорить, что все-таки стеклянная крышка в руке, ну как-то ощущается поприятнее, чем пластиковая. Ой, я уже вижу, как ты его если купишь, то будешь потом неделю тут ходить перед подъездом, перед бабками, красоваться с ним. Я что, тебя не знаю? Какой же хвостун? Да и, кстати, вы знаете, за местную камеру тут тоже краснеть не придется. Все-таки модуль 108 мегапикселей выдает достойные снимки при дневном освещении. И, кстати, ночью тоже, как говорится, марку держит. А, подождите. К тому же камера здесь же еще и поддерживает неплохой трехкратный цифровой зум. Не, ну, конечно, прям удивить вас эта камера точно не удивит, но для такой цены детализация и цвета хорошие. Ну, и также в такой ценовой категории, конечно же, приятно видеть еще и Full HD дисплей на 90 Гц. Да еще и не просто Full HD дисплей на 90 Гц, а с защитой Corning Gorilla Glass. Яркость, конечно, там маловато, всего 550 нит. Но, с другой стороны, как для прочтения, там, например, смски на улице, то вам точно. И вот все это еще и дополняется процессором Helio G91 Ultra, которого хватает для адекватной, адекватной работы системы. Не, я не могу сказать, что все прям будет летать, все будет работать быстро. Нет. Но и смартфон об стену вам тоже все-таки кинуть не захочется. А это уже хорошо, потому что, вон, есть у меня один индивидуум, который кинул смартфон в стену, пробил дырку, и теперь по утрам с ним через ту дырку соседу здоровается, улыбается, стоит. Ко всему Xiaomi благословила этот Redmi еще и святой троицей в виде NFC, слота под карты памяти и еще и быстрой зарядкой в 33 Вт. Правда, почему-то Xiaomi позлобились на саму зарядку, и в комплекте ее нет вообще в принципе. Но все же могу сказать, что в целом это хороший вариант, если низкая цена для вас все-таки стоит на первом месте. Слушай, если вы можете где-то, например, законным путем, да, подсобирать еще там баксов 50, вы можете, как мой оператор Русик, пойти в фонтане подсобирать, там, где туристов много, да? Да блин, не надо мой бизнес полить. В общем, короче, если у вас есть такая возможность, то я вам настоятельно рекомендую это сделать. Ну, во-первых, потому что такой навык все-таки по добыче денег вам в будущем пригодится, а во-вторых, в этом случае вы уже можете взять себе другой смартфон. Не просто смартфон, а Poco M6 Pro. И вот этот вот смартфон интересен уже не только просто своей ценой, но и реально годными характеристиками. Причем соотношение цены и качества вот здесь вот настолько хорошее, что, знаете, можно легко сказать, что это самый популярный бюджетник Poco в этом году. Что не верите? Хорошо, приготовьте свои пальцы, значит так. Во-первых, M6 Pro получил годный AMOLED дисплей на 120 Гц, еще и с отличным запасом яркости в 1000 нитр. Причем хочу отметить, что это еще и с довольно тонкими рамками, которые точно порадуют вашего уже внутреннего эстета. А вы что? Да с такими рамками смартфоном хочется пользоваться, знаете, как этот, как это, как королевская знать, вот так, знаете, с оттопыренным пальчиком. К тому же панель здесь прикрыли не просто стеклом, а закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5, которая легко способна пережить знакомство даже с ключами в кармане. А это уже хорошо, конечно, потому что все вы можете уже смартфон положить в карман вместе с ключами, и все, и не волноваться, уже не носить ключи на веревочке, на шее. Во-вторых, у этого смартфона еще и с автономностью все неплохо, ведь местного аккумулятора легко хватает на 8 часов беспрерывного активного использования. Более того, M6 Pro еще и поддерживает быструю зарядку в 67 Вт, которая полностью зарядит вот этот вот смартфон меньше, чем за час. Ну и третий плюс этого смартфона, это, конечно же, годная основная камера. Причем после выхода вот эта вот камера обновилась и стала фоткать, ну вообще, ну хорошо фоткать стала. И отлично себя показывает, например, в условиях контрастного освещения. Ну и, кстати, ультраширик, знаете, тоже особо прям ругать не хочется. И единственное, где M6 Pro немножко все-таки проседает, так это в плане производительности. Не, конечно, Helio G99 Ultra это неплохой выбор, как для такой ценовой категории, но все же производительность здесь не так прям впечатляет, как остальные вот эти вот характеристики, которых я вам сказал. И вот в этом плане получается M6 Pro, ну как-то не особо прям сильно отличается от других смартфонов в этой ценовой категории. И вот, кстати, например, сейчас Poco M6 Pro можно взять за 190 долларов, что, знаете, даже, ну как-то немножко впечатляет, все-таки, учитывая его дисплей и зарядку. Но все же самое прикольное, что сейчас этот смартфон благодаря цене оказался в такой очень интересной позиции. А все потому, что конкурентов у него за такую цену нет? Не, вы, конечно, можете найти смартфоны со схожими характеристиками, но, знаете, они стоят будут разительно дороже. А более дешевые модели, они там отстают по характеристикам настолько, что я, знаете, ну не вижу никакого смысла экономить. Ну, чтобы вы понимали, что даже популярнейший Redmi Note 13 5G все равно не выглядит так интересно, как Poco M6 Pro. Почему? Это все очень просто. Ну, во-первых, при одинаковой цене у Poco все-таки больше памяти. Во-вторых, он поддерживает карты памяти, опять же. Ну, и в-третьих, у Poco еще и более мощная зарядка. Вообще, можно сказать, что Xiaomi случайно сделала убийцу своего же бюджетника. А что тут удивительно? Воно выпускали миллион смартфонов. Уже и сами запутали. Тут любой запутается. Ну, а если у вас есть уже, например, какие-то смартфоны на примете, то я вам точно советую заглянуть на e-каталог. Потому что здесь вы можете сравнить, например, сразу несколько моделей и легко понять, какая из них лучше. Ну, или найти, например, какой-то более интересный вариант благодаря все-таки фильтру по детальным характеристикам и расширенной сортировке. Которая, кстати, позволяет отобрать смартфон, вы представляете, даже по весу. И, кстати, ссылка на e-каталог с актуальными ценами на все смартфоны из этого видео будет в описании. А вот Redmi Note 13 Pro Plus, его все, его уже можно назвать таким себе, знаете, премиальным бюджетником. Ведь при небольшой цене он получил довольно-таки, знаете, дорогие фишки. Ну, вот, например, в качестве дисплея сюда поставили 12-битный AMOLED на 120 Гц еще и с закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Ну, а чтобы добавить, как говорится, изюминки, Xiaomi установила еще и дисплей с повышенным разрешением. А именно, 446 ppi. А это о чем нам с вами говорить? Правильно, потому что картинка будет не просто сочной, она еще будет и четкой. И вот при всем при этом производитель здесь решил еще и не экономить на производительности, да, и поставил в этот смартфон Dimensity 7200 Ultra. Не, ну, конечно, ему далеко до флагманских драконов, но его мощности точно достаточно даже для тяжелых игр. А в повседневных задачах так он и вовсе показывает себя отлично. Ну, и, конечно, главная фишка этого смартфона, это, конечно же, камера в 200 мегапикселей. Что хочу отметить, так это то, что в этот раз Xiaomi действительно поставили качественную модуль. И фотки радуют не только просто детализацией, но еще и хорошим динамическим диапазоном, а также еще и красивой цветопередачей. Потому что благодаря разрешению основная камера этого смартфона частично все-таки заменяет телевик. Потому что снимки даже с двукратным приближением вот вообще не отстают по качеству от обычных. Ну, и также, конечно же, круто, что вы все-таки сможете записывать видео в 4К на основную камеру. Но, правда, стоит отметить, что ради такой вот хорошей основной камеры Xiaomi пришлось пожертвовать ультраширик. Не, я не могу сказать, что он совсем там плохой, но все-таки, если вы на него сфоткаете, то, ну, будет видно, что он все-таки такой, знаете, бюджетненький. А вот что здесь точно не бюджетное, так это зарядка. Конечно, все-таки Redmi Note 13 Pro Plus поддерживает блоки во сколько? В 120 Вт, представляете? И благодаря вот этому аккумулятор в 5000 мАч заполняется всего, вот за сколько, вы думаете? Всего за 36 минут. Но все же, если так произошло, что в смартфоне в первую очередь вас интересует именно мощность, то, знаете, могу сказать, что вы вот не найдете никогда лучшего варианта, нежели следующий Xiaomi. Ведь, учитывая его цену, производительность по-настоящему удивляет. Но сначала полезный совет. Значит, если так произошло, что ты решил сесть на диету и подобрал себе там разные эти умные диеты, разные там Дюкана или Дюкана и тому подобное, то ты знаешь, не стоит вообще на это тратить времени. Конечно, есть намного проще вариант. Конечно, я тебе лучше диету порекомендую. Диета от Болоди называется, от меня, то есть. И рецепт же простейший. И все, что нужно сделать, это просто подписаться на мой канал. Все. А не, погоди, не все. Значит, когда в следующий раз будешь есть, обязательно в первую очередь включи мои видео. Вот теперь все. Что значит, как ты будешь худеть? Что тут непонятно? Да у меня видео настолько интересные, что ты вот так будешь сидеть. А если уже и откусишь, то у меня видео еще и веселое. Так половину от смеха повылетает сразу. А потом, например, телефон придется протирать. А это, извини уже, ну какая-никакая физическая нагрузка. То есть еще и в хорошей форме будешь. Да, ой, ладно. Не благодари. Подписывайся. Итак, продолжим. Так вот, дальше я вам расскажу о Poco F6. Который, вы знаете, откусил, ну, такую большую часть аудитории. Как у флагманов Samsung, точно так же и у флагманов Apple. Ведь раньше как было? Раньше, если вы хотели какой-то себе прям очень мощный смартфон, то у вас большого выбора не было. Можно было все, что купить, это только какой-то новый флаг. И вот как раз Poco F6 и дал людям вот эту вот альтернативу. Ну да, потому что стоит он в два раза дешевле даже базовых он флагманов Apple и Samsung, но при этом набирает впечатляющее 5000 баллов в тесте Geekbench. А это, чтобы вы понимали, на секундочку, результат Galaxy S23 Ultra, который на Snapdragon 8 Gen 2. А все вот это вот благодаря чему? Благодаря Snapdragon 8s Gen 3, который и установлен как раз-то в Poco F6. А к тому же Poco поставили еще и быструю оперативную память LPDDR5X и накопитель UFS 4.0. Это для того, чтобы, как говорится, выжать из железа максимум. И вот, чтобы вы понимали, в итоге Poco F6 вообще без проблем выжимает плавные 60 FPS даже в таких тяжелых проектах, как, например, Genshin Impact или там, например, Call of Duty Warzone. И вот при всем при этом Poco удалось в F6 еще и установить хороший AMOLED дисплей, который поддерживает частоту обновления в 120 Гц, а также еще и HDR 10+. Ну а в качестве бонуса Poco еще и прикрыли эту панель закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Так что у этого смартфона даже есть шансы пережить знакомство с асфальтом. Но все же, чтобы сохранить низкую цену этому смартфону, Poco, конечно, пришлось пойти на парочку компромиссов. Значит, во-первых, корпус смартфона сделан из пластика и выглядит, ну, мягко говоря, ну, так, ну, невзрачно, скажем так. А во-вторых, местная камера здесь, конечно, вряд ли порадует начинающего, там, не знаю, пусть блогера. Не, конечно, по детализации здесь все хорошо, но вот цветопередача, ну, такая, знаете, ну, далека, короче, от натуральной. Также еще Xiaomi сделали пару смартфонов для тех, кто хочет, как говорится, все и сразу. И при этом они еще умудрили же шиценник нормальный оставить, приятный такой, который не сделает вам дырку в кармане, как вон флагманы от компании Apple или даже Samsung. Итак, знаешь, сейчас у Xiaomi есть два доступных флагмана. Это Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro. Правда, вот их сделали, ну, настолько похожими в плане характеристик, что многие пользователи просто берут, например, самые дешевые варианты и вообще не парятся. Ну, а все же, вот как по мне, так я считаю, например, ну, что это не очень хорошее решение. И вы знаете, я прекрасно понимаю, потому что в этих смартфонах реально легко запутаться. Вот, например, в Xiaomi 13T и в Xiaomi 13T Pro стоят одинаковые AMOLED дисплеи на 144 Гц с разрешением 446 ppi и максимальной яркостью в 1200 нит. Не, конечно, они немножко отличаются по точности цветопередачи, но разницу заметить, ну, настолько сложно, что практически, можно сказать, невозможно, даже если и поставить эти смартфоны рядом. Также еще оба получили по три камеры. И помимо основного модуля стоят еще ультраширики и телевики. Причем во всех одинаковые сенсоры, еще и с одинаковым разрешением. Ну, и понятно, что калибровка от Leica тоже есть как в 13T, точно так же и в 13T Pro. И тут, конечно, вы можете подумать. Раз камеры одинаковые, то и снимают они идентично. Не, ну, правильно? А я вам могу сказать, что нет. А все дело в том, что смартфоны-то получили разные процессоры. И вот, например, если в 13T поставили Dimensity 8200 Ultra, то в 13T Pro поставили флагманский Dimensity 9200+. К тому же в 13T Pro поставили оперативку LPDDRX и накопитель UFS 4.0. А вот в базовом 13T все, тут уже стоят более медленные. Тут уже оперативка LPDDR5 просто и накопитель UFS 3.1. Ну, и в первую очередь такое отличие, конечно же, влияет на производительность. Это понятно. Если вот 13T Pro позволит запускать игры с максимальной графикой и высокой частотой кадров, то в 13T все, тут вам уже придется скручивать графику до средних, ну, чтобы добиться такой же плавности. И ко всему разница вот эта вот в железе повлияла на качество съемки. А в частности, именно видео. И вот, например, только Xiaomi 13T Pro умеет записывать видео в формате HDR в 4К. А также еще и обычные видео в 8К. А, ну и также еще только топовый вариант может снимать видео в формате Log 10 бит, а также еще и режиме Ultra Night, ну, который улучшает ночные видео. В то же время, вот, например, фотки на обоих смартфонах выглядят, ну, практически идентичные. И вот единственная разница в том, это то, что на Xiaomi 13T Pro они получаются, ну, какими-то такими более светлыми. И он выдает более красивые портретные снимки. Это когда с размытием заднего фона. В общем, как вы поняли, Xiaomi 13 Pro, ну, он, ну, реально круче базовой модели. И при этом же хочу отметить, что разница в цене, ну, не то, чтобы уж прям сильно большая. Ну, а к тому же давайте не забывать, что у Xiaomi 13T Pro все-таки, ну, хороший запас на будущее. Если у вас, например, прямые руки, то думаю, что года два, а то может даже и три, у вас точно не появятся мысли менять его на что-то новое. А вот какой смартфон из нашей сегодняшней подборки понравился вам, не забудьте написать в комментариях, нам с русском будет интересно почитать. А также, конечно, посмотрите вот эти вот видео, потому что они не только полезны, но еще и веселые и интересные. Ну, и главное, что все самое интересное. Где? Верно. В коробке.